Время, когда я хотел бы пригласить на эту сцену по два человека от каждого присутствующего факультета. Смелый-то есть? Так, добровольница. Это один из всех? Молодец, человек, на сцену, не на выход. На выход еще... А, вы уже... Все, в задчисле... А, на сцену. Да, на сцену, на сцену. Я попросил от каждого факультета по два человека. Проходите, 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 не стесняйтесь. Я ему уже не нужен. А что вы там делаете? А что вы тут делаете? Они даже не реагируют. Давайте попробуем так. Итак, внимание, факультет Р. Вот сюда, пожалуйста. Факультет Р. Есть? Р. Р. Вот сюда. Р. Р. Ор. Р. Факультет О. О. А куда они все пошли? О. Вы О. А вы Е. Е. Вот сюда. Ну, идите, 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 идите. Смеляем, не стесняйтесь. А что они вышли и ушли, вы не знаете? А у вас было многовато? Так я бы решил, кто останется. Кто останется? Черт, поверьте, зачем я это сказал? Ну, поскольку нужно по два человека, я задаю вопросы. Тот, кто на них сможет ответить, тот и остается на этой сцене. Вопросы, ну, относительно истории военмеха. Я задаю вопрос, все отвечают. Кто ответил неправильно, спускается со сцены. Договорились? Вставайте так, чтобы в одну ширину можно было встать. Все хорошо? Да? В каком вы малиннике? Ну что, первый вопрос. Сколько лет военмеху? Триста пятьдесят. Сколько? Триста пятнадцать? Восемьдесят. Ну, я не знаю. Триста пятнадцать. А? Триста пятнадцать. Триста пятнадцать. Молодой человек, я уже здесь. Сто сорок семь. Триста пятнадцать. 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 Я даже не знаю, как на это реагировать, понимаете? Мне всегда казалось, что человек, который себя считает взрослым, если он делает какой-то шаг, он хоть должен понимать, куда он делает этот шаг. Такое впечатление, что студенты, стоящие на сцене, сделали шаг в пропасть. Потому что, ну хоть малейшую историю, сколько вообще лет учебному заведению, кто выпустился, ценится, не ценится, или так, пришли документы, отдали, и все. В прошлом году на видео было крупным планом цифры 85 лет. Значит, в этом году 86. Кто сказал правильно? Ну, шаг вперед. Ну подождите, я же сказал шаг вперед. Это ваш шаг, да? Я даже растерялся, что делать с остальными. Вы сказали 82, а нам 86, понимаете? А чуть-чуть ошиблись. Вы знаете, сегодня еще простительно, но поток будет нет. Хорошо. За нами еще один вопрос, интересно, ответят или нет. Скажите, пожалуйста, а где через 5 лет вы будете получать диплом об окончании военмеха? Пойду с этой стороны. Где через 5 лет вы будете получать диплом об окончании военмеха? Ваша версия. Так здесь же, наверное, в калерее может 9 с тем, где? Войме. Военмехе. Здесь есть. Здесь есть. Здесь, в окном зале. На этой сцене. Военмехе. Музей артиллерийского оружия. На этом этаже. Что? На этом этаже. На этой сцене. На военмехе. Здесь. Где-то в Питере. Где-то. Ну уже ли где-то. Вы были там. А теперь вы туда-сюда. Это не всегда хорошо, когда туда-сюда. Сюда-туда. Войме. Мне кажется, в этом зале. Да. Меня порадовала реакция зала, потому что хоть кто-то что-то почитал, хотя бы зашел на страничку ВКонтакте группы Войенмех. Потому что... Иди сюда. Быстрее только. Быстрее. Быстрее. Выходи. Выходи. Был бы я ректором, уже диплом бы выдал. Как ваша ревет? Андрей. Андрей, повернитесь. Вы откуда будете? Великий Луки, Псковская область. То есть вы Псковаль? Да. Псков. Ну, а Псковаль? Ну, нет. Как? Псков – это Скобари, Великий Луки – нет. Псковари жили во Пскове. Ну, а я из Великих Лук. Ну, это же рядом. Ну, и что, все равно мы не любим, как вас так называют. Вы не любите, когда вас называют Скобарями? Да. А кто такие Скобари? Которые еще не будут Скобари? Скобари – это великие мастера, которые могли гнуть скобы, которыми крепились бревна домов. Теперь можно вас назвать Скобарями? Скобари – нет. Диплом военмеха, если вы, конечно, доживете до этого момента, получать будете в музее артиллерии, инженерных войск и войск связи. Кто сказал? Вы? Шапчик. Так, наше раз, два, три. Попробуем найти еще кого-нибудь. Давайте я задам. Назовите, пожалуйста, хотя бы одну фамилию космонавта, который закончил военмех. Они сегодня причислялись. Ага. Гречка. 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 Понедельник гречка. Это вы о каше или о человеке? О человеке ваша версия? Гречка. Гречка. Киселёв. Киселёв? Не-не-не. Я ещё Крикалёва знаю. Да что вы! Крикалёв. Каркалёв. Как? Каркалёв. Петя Каркалёв. Петя Каркалёв. Гречка. 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 Гречка, Борисенко, Грекалёв. И в 2008 я его просто не встречал. Пацаны встречали. То есть вы даже с ними встречались? Я понял. Гречка. Гречка. Борисенко. Ну поскольку он назвал больше всех космонавтов, вы тоже остаётесь. Ну, раз, два, три, четыре, остался эти последнего Я не знаю, получится или нет. Давайте зададим вопрос, не относящийся к Воймеху, а к истории. Я уже в самом начале сказал, что вчера исполнилось 315 лет коллекции Музея артиллерии Межнедоих войск и Войско-Связи. Кто в нашей истории Отечества, кого в истории нашего Отечества можно назвать первым коллекционером? Кого? Вот в вопросе есть даже ответ. Если вы хорошо знаете историю. Ваша версия? Петр Первый. Я не знаю пока. Вопрос. А это ответ был? Отверждение. Петр Первый. Петр Первый? Петр Первый. Петр Первый. Коллекционируем чего? Изначально коллекция была первая, это Зубов. Дело в том, что при нем невозможно было сказать, что у меня болит зуб или что-то у меня с зубом. Он просто по голове это как обезболивающее, брал клещи и по живому тащил. Тогда еще обезболивающих не было, они появились гораздо позже. Потом, помимо зубов, он начал коллекционировать для изучения наук, закупать всевозможные интересные коллекции, которые привозил сюда, в нашу Россию. И даже специально открыл анатомический театр, куда попасть было практически невозможно. Тело лежало на столе, его разрезали и показывали органы человека. Это все происходило в пульскамере. Первый. Мы можем совершенно уверенно сказать, что один из первых коллекционеров нашей страны – это Петр Алексеевич Романов. Все знают, кто это? Да. Кто это? Кто это, Петр Алексеевич Романов? Ну, я не знаю. Петр Первый. А вы знаете, кто это? Конечно. Субтитры сделал DimaTorzok Эксперина Петр Алексеевич Романов. ВООИ Эксперт Эксперт